Здарова, мои любимые котята, чё-то меня жёстко распуканило от ребёнка-идола. Смотрю вас тоже. Эт, мы зря, да, кричали друг на друга. Сегодня добро, позитив и семейные ценности. Ставим лайки, переходим на рутуб, где уже залито продолжение брата сестринского ужаса. Значит, было дело, в детстве главный горемышник Кейта боялся собак, страшился улицы и всё в этом духе. Но, ничего, благосёстры всегда были готовы прийти на помощь, отгонять злодеев, и вообще, пора бы уже взрослеть. А то никого ведь не интересуют, не мужественные мужи. Впрочем, такие вот стереотипы осуждаю, поэтому... Ой, смотрите, как милые сестрички чмокнули брата, ничего плохого, без подтекста. Да. Только вот беда, время прошло, годами навали, уже почти средняя школа заканчивается, а ГГ как был, так и остался тем, кем был. Потому строго по расписанию, после возвращения домой полагается всё тот же приветственный чмок. Непонятно только, чё это он Кейта смущается, если ничего такого, всем знакомо, никаких пошлостей, что там напридумывали. А, вот оно что. Ассу, 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 ждаю! Ужасно, что я смотрю. Почему кто-то поставил этому мультику десятку? Это насколько нужно не любить реальных женщин, чтобы... Любители подобного, напишите честно в комментарии, что так называемые вумен вам сделали? Ладно. Со школы всех встретили, пора бы смыть себя весь этот позор и в душ сходить и в ванну принять. И кто бы мог подумать, пока братец принимает водные процедуры, у одной из сестер возникло резкое желание осмотреть гардероб родственничка. Блин, а зачем она стирена и трогает? В чем извращение извращенства? Ладно. Простите, зря я эту идею подал. Вот вам другая идея. Оцените по шкале от 1 до 10. Насколько анимешники анимешники, если им доставляют шизички нюхающие трусы? Ответ пишите в комментарии вместе с общей оценкой тайтла. Из важного. Авторы этого произведения решили не пренебрегать информацией о том, куда могли запропаститься родители. Но чтобы вы понимали, ни к чему хорошему это не приведет. И это скорее отличительно от других кринж-комедий минус, чем плюс. Потому что если сейчас родители уехали до завтрашнего вечера, то завтра вечером они обязательно вернутся. И тогда, ой, что будет-то. А пока, раз бумага о вызове родителей в школу на беседу о выборе дальнейшего пути бытия и жития чада придется выбросить, то вместо подготовки к профессиональному собеседованию будет здоровый, крепкий, жалко-неположительный отдых. Такие сновидения, особенно с участием сестер, это, и, на... Не круто. Реально. Одумайтесь. Анимашники, сходите в храм. Интересный факт. Средний японец выше Алексея Шевцова на 40 сантиметров. Утром, представляете, сестры нашли записку, бумагу, квитанцию, бюллетень с информацией о важном собрании. Куда хорошо бы явиться с родителями, а они же ну как раз в отъезде, и что же такое получается? Неужели брат будет грустить? Нет, такого допустить нельзя. Потому придется пораньше отпроситься с уроков, чтобы пойти подбодрить своего ненаглядного. К несчастью, помимо ГГГ, в его учебном заведении также обитает еще несчетные полсотни отъявленных шизов, фанатеющих по каким-то там сестрам. К счастью, у Кейты на этот весь счет разговор короткий. Зря пришли. Я вас не звал. Идите вот той дорогой. Да! Правильно. Молодец, мужик. Туда их. А, нет. Извините. Отмена. Горемыш не нашел бумагу и понял, что был неправ. Пришлось извиниться. Слабость. Тем временем родители вернулись из своей недолгосрочной поездки. К сожалению, и отец, и мать, все все знают про вот эти вот осуждаемые осуждаемости между детьми. К сожалению, делать родителей с подобным ничего не планируют. А отец так вообще за все хорошее. Начинание по продолжению рода поддерживает, потому как чады, оказывается, родились еще до брака папеньки с маменькой. Короче говоря, они не родные. Но все равно осуждаю, но уже чуть поменьше. Интересный факт. Если вы поставили этому трэшу про сестер десятку, я вам искренне соболезную. Соболезную! И снова. С неучим теперь работает репетитор, чтобы смочь успешно сдать экзамены. Задумайтесь, это ведь чья там... Простите, ошибся тайтлом. На самом деле, эта акка пришла при одессе, чтобы обучение проходило максимально антуражно. Но кто бы мог подумать, что подобный наряд приведет к фатальному падению со стула. А это все потому, что чел купил себе самое ужасное дешевое за 3000, а мог купить невероятный гейминг-чейр. Но ещё лучше купить убер-стул для правильной посадки крутой. Скинешь фотку, Максим? Что? А, вот фотка. Спросите, как тайтл к этому пришёл? Не спросите, не спрашивайте. Если коротко, за семейным ужином, обедом, вместо того, чтобы решить вопрос, а почему ГГ такой жёлтая, ГГшка такая белая, ЧЗХ, решено было помочь молодому в успеваемости. Правда, Рика в учёбе не учёба, потому и досталась доля завидовать и думать, как бы ещё помочь подсобить. Ну, можно, к примеру, подарить подарок. Какой-нибудь приятный и полезный. Мне вот недавно досталась колонка D2 Pro. Приятно, что это самостоятельный элемент интерьера, которому найдётся место и на рабочем столе, и на полке, и где-нибудь ещё. Полезно, что в небольшой корпус этой колонки поместился аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, которых хватает почти на 8 часов прослушивания музыки и динамик мощностью 15 Вт. Послушайте, как хорошо звучат басы. Это просто сказка. Управляется всё как при помощи встроенной клавиатуры и джойстика, так и через бесплатное мобильное приложение Divum. В нём вы сможете как минимум придать своему устройству эксклюзивности, поставив на экран понравившееся или самостоятельно созданное пиксельное изображение, а как максимум воспользоваться дополнительным функционалом. Потому что помимо обычного проигрывания музыки, с помощью D2 Pro можно узнать время, прогноз погоды, поставить умный будильник, добавить напоминалку и даже поиграть в одну из классических аркадных игр. Также с помощью колонки можно принимать звонки и записывать голосовые сообщения. Смотрите. Денис, алло. Алло, алло. А ты знал, что я пуч, пуч, пуч? Нет, это я пуч, пуч, пуч. В общем, такой компактный ретро-компьютер будет радовать вас как эстетически, так и функционально. Но если вдруг просто колонки недостаточно, обратите внимание на музыкальную пару D2Mig. Похожая колонка, но еще и с микрофоном. К слову, у Дивум представлено много необычных современных гаджетов, которые могут вас заинтересовать. Ссылка на сайт в описании. Там же можете подробнее познакомиться с характеристиками и с другим ассортиментом. Наслаждайтесь. Между тем, в связи с отсутствием сил запомнить что-то, кроме сестры, была разработана новая методика изучения конспектов. И на этом все. Человечество обречено. Родители, может, конечно, думают, что там хихоньки, хахоньки, да, хахоньки. А в самом деле происходит разврат и моральное разложение. Прям как в жизни. Тайтл, то есть, очень глубокий, осмысленный. Такие мысли важные пытаются донести. Проблемы поднимает прям, да. Дети не получают должного внимания от родителей. Предоставлены сами себе. Нельзя так, нельзя, понимаете? Для непонятливых за кадром остался весь ужас, который не то что показывать. О нем даже рассказывать нельзя. Осуждаю. Очень. Надеюсь, аниме перестанут делать вообще, потому что этот тайтл прям точно стал финальной точкой в моей карьере. Видео больше не будет. По крайней мере, сегодня. Из кому... Из... Из... Кому не плевать информации. Друзья решили разузнать, как так, почему и где он умудрился списать ответы, чтобы набрать высокий балл на экзамене. Кейта, как можно наблюдать, врет и краснеет. Возможно, все все поняли, а возможно, лопата. Что? Опять не тот стул. Из грустного. Учеба продолжается, и в этот раз Ака решил наградить брата за успешно пройденный тест. Ты кто вообще? Что ты делаешь? Уйди, остановись. Фух. Слава Славе, это сон, но какой ужас, ему опять приснилась женщина. А-а-а-а. У этого сна есть не сонное продолжение. Осуждаю. Осуждаю. Уберите с глаз долой. К слову, Рика почти научилась готовить и сварила суп. Сам процесс ее обучения, конечно, скипнул, потому что там были и баклажаны, и кабачки. Как хорошо, что я не скипну, как ГГ это варива ел. Вот вам жесткая ульта с супом прямо в лицо. В целом, целью по-хорошему должна была бы стать другая сестра, но будем считать, что это и досталось заранее, а то впереди еще перед. Опять, здравствуйте. Детские воспоминания с книжками о девочках и мальчиках. Такое действительно было, благо сейчас это сон. Не благо, вот это уже не сон. Это ужас, реально. Но есть и хорошие новости. Тайтл решил решать проблему ИННа в семье. Потому Кейта придумал новое правило и даже на стене его закрепил. Все, поцелуи запрещены, но мы-то с вами знаем, что кринж не может закончиться на третьей серии, к большому сожалению. Потому, чтобы все продолжалось, нужно, получается, как-то куда-то придумать потенциальное развитие событий. Но вот Рика и придумала, что нужно испечь подарочного шоколада. Жаль, ха, но вы поняли, она не умеет готовить. Можем сделать вид, что в Тайтле так не шутили 44 раза подряд. Ладно. Можем не делать. Шутили. Три раза. Один я скипнул. Из важного, о чем я никак не мог не упомянуть. Потому что хочу, чтобы меня забанили. Нет. Смотрите, челы смеются, корчат рожи, хотя, казалось бы, что такого, девочка просто ест банан. Тем временем, Рика поняла. Методичку по кулинарии можно найти в кабинете отца. Что называется? Искала кала, но шла шакала. Нет, ну а что? Журнал для читателей 300 плюс лет вот так лежит у бати на столе. Верим, верим. Так оно в жизни и происходит. Я знаю, я там был, я там жил, я там. Да, конкретно я в их доме. Я в шкафу прячусь. Ну а дальше то, что мы потеряли и то, что мы получили. Тайтл теперь точно продолжится, потому что придумана, разработана инновационная шоколадная помада. Проще говоря, поздравляю. Тайтл не закончился. Если решите сами посмотреть это ту же, советую озвучку Анкорда. Только еще распечатайте его фотку и поставьте рядом с телевизором. Это добавит сценам больше пикантности. Из флэшбеков. Опять вспомнили ту, которую уже вспоминали, книжку с картинками, девочками и мальчиками. И вы тоже помните, вспомнили, как во Франксе была такая же макулатура. Тоже о детстве, тоже о картинках. То есть поцелую сестер равно Франкс. Франкс равно Евангелион. Итого сократив, имеем поцелуй сестер равно Евангелион. И получается, этот эти кринж сделал хида океана, пребывая в депрессии. А еще старому нравятся недостающие детали, потому что у его отца не было ноги. Это, кстати, правда? Да. Это правда. Так и было. Только в создании поцелуя участвовал другой чел из команды по разработке Евангелиона. Муны Нори Нава. А ноги реально не было. Блин, как же меня рвет от кринжа, когда Анкорд говорит. Почему бы тебе не попробовать, насколько сладкая твоя сестренка? Еще раз, вот его фото. Блин, очень некомфортно, там типа люди за стеклом сидят, что-то обсуждают. Почему бы тебе не попробовать, насколько сладкая твоя сестренка? Закринж извиняться, не буду. Вы знали, на что шли, нажимая на это видео. Кстати, помните, как несколько минут назад Рика получила супом в лицо? Теперь знаете за что? А что? А еще она получила по голове атака, тоже за дело. Надеюсь, к концу тайтла они все друг к другу разобьют черепа. Тем временем наступил эпизод флэшбеков. Пора вспомнить все плохое и плохое. А то последние сколько-то дней, по словам сестер, в тайтле все очень даже хорошо. Главного героя нигде не наблюдается, потому что он готовится к экзаменам, а отсюда вместе с ним из-за аниме исчезло и 90% кринжа. К несчастью, оставшиеся 10 в принципе остались. К счастью, я могу все благополучно скипнуть, потому что очевидно, что никому не интересно смотреть на то, как там у детей проходил переходный возраст. Как Кейта не обращал внимания на сестера, они только поступили в среднюю школу. А он тупо бегал за беги, тренился и прекрасно себя чувствовал. Ужасно. Повествование вернулось в реальное время. Сестры пришли помолиться за счастье, здоровье и хорошие оценки, что бы вы думали. Сюда же абсолютно случайно, незапланированно и внепланово пришел ГГ. Говорит, мол, все это сказки, приколы, мемы и схемы, и никакие желания не исполнятся. Конечно, врет. Не верьте, все исполнится. Главное, как можно больше думать о чем-то, чего вы ну очень хотите. Можно ли этого даже повесить на стену фото Ламборгини? Может вы и не хотите, но фото ведь можно повесить. Ну да. А вот то ли было дело раньше, когда Кейта был совсем ребенком, он тратил все свои последние копейки, лишь бы желание жениться сразу на двух сестрах исполнилось. И представляете, мать с отцом своим чадом в этом кринже потакали и спокойно себе смотрели на эти постыдства, не понимая, почему их не лишили родительских прав, куда смотрели ГИБДД. Ладно. Что было, то прошло. Пришло время взяться за старое, чем молодой занимался в детстве, а то тогда он бросил попытки молить, потому что батя сказал, мол, в законодательстве двойных браков не предусмотрено. Но вот зато сейчас опять с новыми силами, желаниями и хотениями можно оформить пожертвование. Подписку с ссылкой в описании. Из важного. Эпизод с флэшбэками был первой серией без ин... Эээ... Инициации семейных антиценностей. Кстати, Анкорд, так сказать, жжет. Ушел в отрыв, поменял половину диалога, вторую половину менял я. Стал ли тайтл от этого хуже? Нет. Стал ли лучше? Нет. Зато теперь все знают, что Анкорд жестко хочет порубить какого-то дабера топором. Персона 9-9. Я буду молиться, а в первую брачную ночь зарежу ее топором. Смотрите, это каша. Поняли, нет? Ну типа каша, топор. Каша из топора. Нет? Ой, зачем он это продолжает делать? Извиняться не буду. Если вы думали, ладно, я знаю, вы не думали, что тайтл ограничивается только сестрами, потому что в школе есть еще другие ученицы, и герои тоже есть среди них. Ииии, смейтесь, каждый раз так. Выходит, что я пропускаю весь кал с остальными вума, но вот здесь не пропущу. Тут я бы на месте этой девочки посадил чела на лет таксорок. Кар. Спасибо, что это были хотя бы не сестры. Пожалуйста, давайте это слово будут сестры, потому что ну нельзя так нельзя, осуждаю. Между тем, Кейта не может уснуть. Я тоже не могу уснуть после чтения комментариев под моим видео. Меня там так не очень любят мои подписчики-котята. Но после такого аниме я точно уснуть не смогу. Из продолжения арки с несестрой. Пятиглазая все никак не смогла выбросить из головы произошедшие события. И поэтому, ну раз ей срочно понадобилось в уборную, нужно продолжать сидеть, как ни в чем не бывало. А то, ну что там рядом, этот маньяк опасно, страшно, но в итоге пришлось бежать, и Гаримычному пришлось догонять забывшую пачпорт дурость. А еще ко всей этой комедии прибавилось наличие пришедших искать конкурентку сестер. Но самое худшее в этом парадикала и кринжа, то, что в Кагуи тоже был точь-в-точь один в один такой же эпизод. Помните, когда их заперли в комнате со спортивным инвентарем? Только автор современной романтической комедии избавился от элемента мочи. Вот этому, конечно, спасибо, хоть в чем-то Акасака молодец. Ладно, так и быть, здесь авторы тоже пытаются исправляться. Уже вторую серию ГГ не контактируют с родственницами. Это успех. Только жаль, конечно, одноклассницу и рубашку, которую будут стирать сестры. Не стыдно? Мяу. Считайте, что это фит с анкордом. Тем временем семейные дилии собрались и пришли в самый-самый район Японии Акихабару. Здесь, чтобы вы знали, есть магазины вообще совсем. Причина визита столь злачного места. Отец недавно выиграл в лотерее компуктер, в котором сестры уже успели ввести ряд поисковых запросов. Ни один, к сожалению, не дал нужного результата. Потому что, представляете, в системе установлен родительский контроль. Кто-то мог ошибочно подумать, что о детях начали думать, но это скорее так внеплановая ошибка. Чтобы далее по плану шла покупка какой-нибудь эроге. Моя любимая эра игра – Кэнди Краш. Теперь у сестер на все про все 20 минут фатального плана. Ака отвлечет брата, а Рика пока успеет сходить в отдел, осуждая для взрослых. Первая со своей задачей справилась так себе. В примерочном месте с косплеем каким-то чудом оказалась учителька, которая так и не смогла пресечь разврат. Вторая планируемую игру тоже купить не смогла. Потому как, вот так совпадение, за этим же диском пришла еще и учителька. Онлайн-магазины, кстати, отменили. Отмены автора этого тайтла, к несчастью, не будет. Хотя, с приведливости ради, учителька типа пыталась выдать базу по вопросу запретных плодов и недопустимости нарушения семейных уз. Но, увы, ях, ее быстро попустили. А, жаль. Но, ладно, так и быть, не все потеряно, самое время схватить Кейту за руку и убежать куда-нибудь подальше. Куда, где никто не увидит и никто не услышит. Естественно, конечно, местом назначения вне планового оказался любовный отель с опциями косплея. Все видно, все слышно, но вы послушайте, ты послушай, ну нельзя так нельзя с сестрами. Что? Думали реально, начнется воспитание? Я тоже думал, а после вспомнил, что впереди еще шесть серий, а еще оба. Которую вы можете посмотреть по ссылке в описании на моем рутуб канале. Ладно, вру, не можете. Обязаны. Между тем, кринж закончился, все встретились на улице и там еще даже одна мелкая тварь выявилась. Говорит, мол, сестра этой самой учительки, и именно она, осуждая, попросила старшую купить ей запретную запрещенную игру. Отвратительно. Но это, если что, была ложь для отвода глаз. На самом деле, все так, все правда, учителька увлекается косплеем и... Ротикой. И вы тут, знаете, вроде с каждой серии дома проститягательств к сестрам становится все меньше и меньше. Можно даже подумать, что скоро мультик перестанет соответствовать жанру ин... Семейного кика и перейдет в разряд обычных ром-комов. Юмор на уровне. Жаль, повторяется из серии в серию прямо как... Шлепа. О боже, хватит. Кстати, заметили, здесь тоже учителька странная, прямо как в Кионе. Хотя в данном случае все не так плохо. Она Новый год с учениками не праздновала. Господа, я вас поздравляю, готовится пляжный эпизод, а это значит что? Правильно! Скип всего аниме. Весь любой его эпизод уже хуже дженерик пляжного. Ладно, вру, скипа не будет. Продолжение смотрите на Рутубе, переходите онлайн бесплатно. Пока. Ладно! По ссылке в описании там происходит Ова. Здесь еще типа основные события, которых впереди столько же, сколько уже прошло. А одно радует, когда вы смотрите это видео, для меня все это месиво уже прошло. Из неважного. Шизика насмотрелась рекламы казино и теперь сидит и ревет. Она еще было дело, пыталась прекратить моральное разложение. Но как же она пыталась? В итоге сдалась и просто купила билеты в бассейн. Потом ей еще покупать купальник на последние деньги. Простите, не покупать. Нельзя, иначе потом денег на квартиру не останется. Но останется только стоять, смотреть как аниме превращается в евангелион. Тупо пауэрпоинт, спасибо хида океана. Или можно проследить за сестрами и сидеть слушать о чем они там разговаривают около раковины. Ха, раковина. Не, ну реально, извините, просто слово смешное. А еще учительку облили водой, потому что заметили, рассекретили, смейтесь. Благо гадость абсолютно бесплатно за спасибо получила от гремычного спортивную одежду, чтобы было в чем дойти до дома. Почему нужно было давать именно потную ветровку, вместо того, чтобы какая-то и сестра доложила свое платье, а сама взяла одежду брата? Не знаю. Стоп, что? Я понял, тогда тайтл бы и дальше катился по наклонной дорожке, а так он пытается, пытается, пусть пытается. Ладно, случился душ, единственный моральный ориентир дал слабину, максимально осуждаю, максимально. Это отвратительно. Зато анимашники смотрят, радуются, пенсия в свои 20 лет занихнула благоухающую куртку ГГ, а после его все и надела и не только. Еще плюс он нафантазировал во всякое, все, что пришлось фатально скипнуть, осуждая все произошедшее еще больше. Почему кто-то это рисовал? Кто-то об этом думал? За что? Я понимаю, что этот тайтл для тех, кто тупо герой девушки на час и за час тратит целую упаковку салфеток, но реально, разве не проще включить хендай? Тем временем, скоро летний фестиваль. Перевожу с анимашного на человеческие. Скоро еще один очередной традиционный для японских ром-комов кринж. Кринж. У главного героя проблемы со спиной, которую ему решает сестра. А вы знали, что у меня тоже ужасная мертвая спина? Я не могу разогнуться, но мне впадло что-то для лечения делать. А все из-за компуктеров, интернетов. Запомните, дети, нужно чаще трогать газон, выходить на улицу, делать зарядку и вообще вести здоровый образ жизни. Из побочных эффектов, скорее всего, вы перестанете смотреть аниме. Реально, Евангелион, одни и те же кадры повторяются. Что касается фестиваля, ну, он прошел. На нем даже пятиглазая присутствовала и опять чуть не... Не волнуйтесь, главная часть повествования заключалась в том, что каждая из сестра получила свою минуту славы, случайно оставшись наедине с братом. Но, что еще важнее, учителька вернулась к попыткам прекратить кринж. Это, знаете, как те люди, которые сами сидят с бревнами в глазах и пытаются других учить уму, разуму, морали. Ты кто такая вообще? И скринжа. В серии также фигурировала пятиглазая и ее классические проблемы. А в конце был салют, фереберка и срапанное лицо ГГ. За дело, правильно, так ему, туда его. Вау! Это что такое? Так выглядит обычная повседневность. Отец предложил съездить на рыбалку, а сын не может, говорит, учеба, нужно учиться, готовиться. И даже книжки теперь читать будет сам, чтобы без всяких там заблюренных картинок. И что думаете? Реально, сидит, зубрит, прям, да, молодец. Ему еще и повязку для храбрости Рика шила, и еды Ака приготовила. Одним словом, повседневность. И все бы ничего, серия начиналась действительно не предвещая беды. И ранее все события происходили почти без участия сестер. А все это, оказывается, знаете, было за тишей перед бурей. Потому что что? Потому что тайтл реально превратился в хендай, то есть о таком на ютубе даже рассказывать нельзя, это тупо бан. Поэтому заходите, подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте с мемами и Телеграм со схемами. В последнем, так и быть, опубликую скриншот с тем, что же такое происходило на этом моменте в аниме. Блин, как круто, сестры решили сделать для своего брата оберег Амуря для повышения шансов сдать экзамены. Какие они заботливые, какие внимательные, какие молодцы, какие материалы используются для оберега, я также расскажу в Телеграме. Этот мир прогнил. А зачем люди существуют? Ура, ГГ умирает, болею за него всей душой. Но ведь сестры явно помогут братцу. Помогут, правда ведь? А, они решили обмениваться бактериями, я понял, не понял, что это, что за методы лечения такие. В каких школах Шаоли не учат подобному. Это точно можно показывать. Я, конечно, понимаю, что в Японии возраст возраста всего 13, но с какого прикола на Шикимори рейтинг поставили тот же. Они там в кондиции или уже все. Из важного. На утро, естественно, Горемычный выздоровел, а вот зато Горемычные фатально заболели. Зато на прощение перед уходом на экзамен чел так и бы сказал, мол, любит сестер. Чтобы вы точно поняли и не ошиблись, в каком значении здесь используется слово «люблю», приведу альтернативный пример. Я тоже люблю своих подписчиков. То есть здесь любовь означает уважение? Вот. Между тем Ака и Рика до сих пор болеют. Хотелось бы надеяться и верить, что не выздоровеют. Но тут сами знаете, продолжение присутствует в Рутубе. А сейчас можно продолжить анекдотом. Однажды Геродот спросил Сократа. Почему? Философ задумался и ответил вопросом. Что почему? Почему мы находимся в том веке и столетии, когда важнейшие труды давным-давно забыты всеми? А образы наши используются обществом ради создания абсурдной комедии, кое брезговал даже Аристофан. Сократ посмотрел так искоса на авиаконструктора, улыбнулся и говорит. Радуйся, мы хотя бы не в аниме. По поводу тайтла. Так сёстры легли спать, отдыхать, а перед тем ещё вспомнили, как было дело, сами сдавали экзамен в старшую школу. Но чуть было не проиграли эту игру, потому что обе забыли удостоверение. Но ничего, брат на ускорение прибежал, принёс оба документа. Спасибо! Пожалуйста, спокойной ночи. Доброе, извините, утро. Утро совсем и вообще нет. Во-первых, кошмар приснился страшным со всем кринжем, который уже успел произойти в тайтле, только ещё и пятикратно переваренным в одно большое сновидение. Во-вторых, сёстры по какой-то причине причиняют причинному причиндалу причины. Причина. Причастность, причём притча. Мораль сей басни такова. Если будете долго и много смотреть в аниме, в какой-то момент можете не заметить, как начнёте смотреть и хихихать с такого рода тайтлов. И что потом? Только к доктору. В аниме, кстати, типа, должно быть смешно. Мол, вот наступил день, когда получится узнать результаты, кто поступил, кто слабость, а кто станет аниме-юттубером. Но, представляете, беда за бедой, за бедой, за бедой, каждый угол и переулок, куда бы горемычные не пошли, везде ждут всякие негативные суеверия, кошки и вороны. Мяу! Тварь на ГГшке всех животных распугала, кто тебе позволял. К слову, челы единственные из всех своих одноклассников не поступил. По крайней мере, так все думают и очень грустят. А там уже дома поляну накрыли, торт приготовили, а всё получается зря, но ничего, обязательно получится всё сдать в следующем году. Вы правильно поняли, ГГ целый год собирался сидеть на хлебником на шее у родителей, которые, между прочим, дома опять не появляются, уже неизвестно сколько времени, уже без причин. А почему собирался, а не собирается. Но я же говорил, типа, так, по крайней мере, все думают, что чел не поступил. На самом деле список с его именем просто не сразу вывесили, а письмо по нелепой случайности чуть не съел пёс пятиглазой. Всё правильно, вы так поняли. Впереди ожидается три учебных года в одной школе. Основное действие теперь будет подходящим для румкомов вместе, а не дома. А то, что это они, всё за закрытыми дверьми, нужно, чтобы все видели. Ой, а знаете, что случилось дальше? Все реально увидели! Потому что в 12 серии челы в честь поступления решили сыграть в игру. Среди игроков главные герои, почти все женщины этого тайтла. И они не просто друг на друга смотрят, нет, если бы, если это были гляделки, но увы, ах, далеко не близко, это просто нет слов. Я так рад, что в моём кругу общения нет людей, которые реально смотрят нечто подобное, как же я благодарен судьбе. Тайтл не просто трэш сисими и писеми, это плохой трэш сисими и писеми. После четвёртой серии всё было настолько плохо, что я даже привык и думал, будто бы сценариста поменяли. И мультик стал больше похож на Кагу с туалетными шутками и повторяющимися сюжетными элементами. За сравнение с Кагу, извиняюсь, я ошибался, я слишком привык, потому что после случилась вторая половина сериала. В итоге это было так плохо, что лучше бы я пересмотрел в 10 раз «Ребёнка идола» или в 12-й Кагую. Уровень трагедии и причины скипа последнего эпизода понятна? Если нет, вы знаете, Ова находится на Рутубе. Смотрите, преисполняйтесь, а то где вы ещё увидите, какими шедеврами индустрии могут быть японские мультики? Спросите, зачем такие тайтлы существуют? Я? Не знаю, зря спрашиваете. Если знаете вы, то прошу в комментарии, объясните мне тупому глупому, зачем включать второсортные эти с тонной цензуры, если можно банально включить фильм соответствующего содержания. Либо Hyundai Solaris, либо можно найти жену. Ладно, я, может быть, могу понять, зачем страна-производитель рисует такие тайтлы, там местное население, жену найти не может, там это демографическая проблема, все дела. Но по какому праву кто-то это переводит, озвучивает и распространяет в массы? Зачем? Поэтому смотрят видео на Ютубе, если можно на Рутубе, тоже непонятно. Тайтл, трешатина, 0 на 10, моральное разложение. Жду по ссылке в описании. Пока.